В Чехословакии был взрослый турнир, на который он поехал 15-летним. И я поставил ему главную задачу, выигрывать не надо, главное себя сохранить. И первый бой у него с чемпионом Польши. А что такое Польша? Польша это знаменитая школа на всю Европу, это очень хорошие боксеры. И он этого поляка, чемпиона Польши, выиграл очень убедительно. Второй бой с чемпионом Болгарии. Что такое Болгария? По мужикам. По мужикам, это хорошая школа. По взрослым, то есть. И он уступает этому болгарину со счетом 3-2. И к нему самое ценное, к нему подошел Теофила Стивенсон и сказал, что у тебя большое будущее. Я вот благодарен этому кубинцу, не встречался с ним лично за такой прогноз. И журнал тогда был, старт, чешский журнал. Он начатал статью «Один из мастеров будущего». То есть их прогноз тоже сбылся. Ну, после этого, значит, закрутила его сборная. Закрутила сборная. В 1987 году он выигрывает уже первенство Советского Союза. По молодежи. По молодежи, да. И вот начиная с 1987 года и заканчивая последним боем, последними соревнованиями своей карьеры, он на всех соревнованиях признавался самым лучшим, самым техничным боксером. А где было первенство Союза по молодежи в 8-м годах? В Иркутске. А сборы были? Сборы где были? Сборы, я сейчас затрудняюсь ответить. Было несколько баз. Была база в Цехотзоре. Была база... Он дрался за какое общество? Он дрался за общество «Динамо». Динамо, понятно. Я, кстати... Извиняюсь, он дрался за общество «Трудовые резервы». Я как раз был на этих сборах. Только на ЦС, я на ЦС проиграл. Он дрался за общество «Трудовые резервы». ЦС был в Вильнюсе. Были? А вы не были на ЦС в Вильнюсе? А почему вы не были на ЦС в Вильнюсе? По-трудовым. А я по-моему тоже не был на ЦС. Ему можно было не боксировать на ЦС? А потом я помню, были сборы в Ангарске к России, была Россия в Ёж Короле, тогда объединили общество, вот эти вот профсоюзы и сделали уже практически общую Россию по Ёж Короле, а потом были сборы в Ангарске, многие сборы я старался исключить из его подготовки, и как-то мне удавалось договариваться, чтобы он готовился дома, и в 87 году его повезли сначала в Германию, потом в Польшу, потом на Кубу, потом... На Кубе долго был? Ну соревнования были, потом на Кубу, потом в Румынии, потом на Луну... На Луну это куда? На Луну это вот, ну вот Луна, то есть столько соревнований на 15-летнего мальчишку свалилось, что... Тренированность. Как из него выходить, я думаю, что это отдельная тема, нам удалось из него выйти, вот слава Богу. То есть в чем заключался синдром перетренированности, Дзю? А он просто... Устал и не заходил тренироваться. Он сказал, пусть будет проклят тот день, когда я одел перчатки, а впереди было первенство Европы в Дании, и он член сборной команды, и я за него несу ответственность. То есть из-за такой глупости, как глупость Госкомспорта, вот этого мальчишку, видно, что действительно его ждет большое будущее, все на этом заканчивалось. Задрочили называется. И вот тут я делаю ход, я забираю его в лагерь Комсомольско-Перенского актива, ну вместе со своей группой, с его товарищами-спортсменами. Мы живем отдельным отрядом, и они там занимаются чем угодно, начиная от танца и заканчивая театром. Театр каждый день. Ну, вижу, у него нет желания брать эти перчатки, и тут мне на глаза попадаются цыплята. Маленькие, пушистенькие, хорошенькие. И я подвожу Костю к нему. Мы взяли их в спецфабрике, что они там за 10 дней подрастут, а мы там из них суп сделаем или шашлык. И вот я подвожу его за 10 дней и говорю, Костя, вот этим цыплятам нужно отрубить голову. Он говорит, а что я-то? Ага. Я говорю, а кто? У нас один здесь мужик. Ага. Я вот, например, не могу голову курицы рубить. Но шашлык-то хочется. Ага. И вообще, простите, это по-житейски нормально мужик должен уметь рубить голову. Он, конечно, понял вот эту мою игру. Ага. Но пришлось ему сказать хорошо. А он ведь тоже не жесток. Он же маменький сынок из коммунальной квартиры и никогда у них не было хозяйства. И вот он эти все 10 дней ходил наверняка и думал, что ему придется отрубить голову и как. Я знаю, что он звонил куда-то, консультировался, значит, как курицу держать за голову или за туловище, значит, как она себя ведет и так далее. То есть он жил этим, он жил этим, но не жил воспоминаниями этими о боксе. Ага. И, видимо, произошло такое наложение. Отвлекся, да? Я думаю, психологи это могут объяснить. Где-то за два дня до кончины этих куриц он подошел ко мне и говорит, Цезарь, давайте подержим лапы. Я подумал, ну и слава Богу, выздоровел. Потом он отмахнул им головы, между прочим, и выздоровел. Но у меня-то осталось ощущение вот этой недоработки какой-то, вот возврата к этому заболеванию, к этому состоянию. Я все время ему заглядывал в глаза. Ничего веселый, даже ничего не мог уловить там глубоко внутри. И вот уже зашли в поезд, нас пришли провожать друзья, подруги там с лагеря, родные. И он, стоя на площадке вагона, вот так вот помахал всем рукой и крикнул, я выиграю Европу. Фух, я так вздохнул, думаю, Костя сказал, выиграет. Как в том анекдоте, Вовочка если сказал, что Марью Ивановну сделает, значит сделает. Раз Костя сказал, выиграет, значит выиграет. И я уже не сомневался, что это будет не так. Ну а потом замечательный 88-й год. Чем он знаменит? Тем, что 88-й год, это год Олимпийских игр. В Австралии? А, нет, в Корее был. Да, в Южной Корее. В Сеуле. Ну и очень насыщенный. И все ждали от него. И очень насыщенный график подготовки, тоже было очень много нюансов. Но перед этим был Кубок СССР. Кубок СССР, он проходил в Хабаровске, среди взрослых, а ему еще 17 лет. И вот я видел, да он чемпион Европы, но он чуть-чуть еще по мужикам не дотягивал. То есть он не мог провести собственную атаку. Не потому, что ему не хватало решимости. Ему просто, он был недостаточно физически подготовлен. Так сказать. Не крепок. Вот этого стержня мужского в нем еще не было. Ну рановато еще. Мы прошли сбор, я подошел к руководству. И сказал, что Костя в Кубке СССР участвовать не будет. Надо сохранить мальчишку к Олимпийским играм. Мне сказали, да ты что, план. План спорткомитета. По большому счету, со мной и не разговаривали. Так шеванливо рукой махнули и вроде пошел отсюда. Я подумал, что я им сказал, сказал. После этого сбор мы прошли полностью. После этого забрал Костю и мы уехали в аэропорт. Сутки еще была задержка рейса. Сидели там в аэропорту. В Хабаровске. В Хабаровске, да. Сутки сидели в аэропорту, дрожали, что нас там накроют. Ну все обошлось. Приехали в Серов. В Серов приезжаем. Один председатель спорткомитета видимо под дверью ночевал. Вы что делаете? Давайте езжайте обратно туда. Вас ждут. Мы вот билеты на самолет. Что за своеволе? Я говорю, я предупредил. План спорткомитета. Я говорю, слушай, какой план спорткомитета? У нас металл под план не прет. А это человеческий фактор. Мы не поедем. Да у вас... А он уже был призывник Костя. Угу. Угу. Значит и мне звонят уже с ЦСК. Замаячила ЦСК. Угу. Господин... Господин... Не буду называть твою фамилию. И говорит... А наступал начальником ЦСК тогда я забыл. Ульяничек. Угу. А, все ясно. И говорит, если вы не приедете, через полчаса у вас автоматчики будут по дверью стоянию. Я служил в Советской Армии. Все, может быть, могут и автоматчики стоять. Поэтому забрал Костю и мы уехали с ним на мою заимку. В бега, в общем. В бега подались, да. Вот. Рыбачили, бегали кроссы, пили молоко. Правда, там у нас и приключения были. Там один псих в упор нас расстрелял из ТТ-шника настоящего. Правда, хорошо, что стрелял в ноги. Угу. Решил, что мы браконьеры. Решил, что мы браконьеры. Ну, то есть, наоборот, я даже был доволен, что и стрельба это была. То есть, Костя настолько укрепился у него, вот, укрепился дух. Ага. Потом я пригласил родителей туда, на эту заимку. Костиных. Да, Костиных. И сказал, что вот сейчас Костя готовится к соревнованиям. А впереди был ленинградский турнир международный ежегодный 87-го года. Ага. После которого уже определялся состав олимпийской сборной. То есть, вы слиняли? Какие последствия-то были, что вы не на кубке? Я рассказывал. Ага. Там тоже, значит, пригласила родителей. Все. Мы с Костей вот на рыбалку ушли. Там нас, я говорю, обстреляли. Но рыбы мы не принесли, ее не было. У нас была колбаса, тушенка, картошка. Костя лег спать, как положено режимному парню. А я родителям сказал. Парень способный. Перед ним будут открыты не только все двери, а будут распахнуты огромные ворота, если у него все будет получаться в спорте. Он у вас единственный сын. Я вам не рекомендую его куда-то отпускать. Тем более, у меня был печальный опыт до этого. У меня были изумительные ребята. Это ты про армию говоришь? Или про что? Куда отпускать? На что ты намекал? Отпускать, ну как вот, периферия, город Серов, город Металлургов. И надо, значит, куда? Надо в какие-то центры его. Красотарий у нас хороший. Учиться смысле, да, после 10 класса? Именно там бокс был раз. Волгоград, там институт был. В Омск его звали. В Омск его звали. Я говорю, пусть он остается здесь. Я думаю, что мы и здесь всего добьемся. Ну, честь, хвала родителям, что они со мной согласились. Я говорю, да и в конце концов, что такое бокс? У вас один сын, вот, ласкайтесь с ним, любуйтесь. Он тем более такой маменький сынок. Он приезжал сюда в соревнованиях, брал маму, папу. Они шли в кино. То есть он очень семейный парень был. Ну и, видимо, родители ждали от меня этих слов, каких-то гарантий. Хоть что можно было кого-то обвинить, если не получится. Ну и все, вот, это свершилось. И в 87-м году. И он поступил в институт в Серовске, наверное, какой-то? Или как там происходило? Слушай, спасибо, что ты мне напоминаешь его биографию. И он поступил и в институт, я его лично повез для того, чтобы он сдавал экзамены в инженерно-педагогическом. В Серове, да? Нет. В Екатеринбурге. У вас там нет у института, да? В Екатеринбурге, когда еще Свердловск был. А повез его с целью того, чтобы опять же его отвлечь, то есть восстановить до конца, чтобы у него было какое-то другое переключение. Угу. Он показывает такие вещи, что он плохо учился в школе. Неправда. Он хорошо учился в школе. Даже при такой загруженности. Вот эта загруженность, может быть, ему не давала возможности быть отличником, но он был достаточно умным мальчиком. Умным, ответственным. Через хвала ему, что он все успевал делать. В институт он поступил, но учиться там не стал. Потому что впереди Олимпийские игры и как-то мы так забыли об этом, что он туда поступил. Все все понимали. Да, некогда было. Мы делали это поступление для его терапии. Ну и тут международный турнир 87-го года. Про Хабаровск? А, нет. Про Хабаровск я уже закончил. Мы сбежали, все нормально. А, и там все? Про вас забыли? Нет. А куда же Копцев смотрел? Нет. Тогда еще Лавров был. Тогда был Лавров Артем Александрович, старший тренер сборной команды Советского Союза. Он и молодежкой рулил, да? Или Гольцов рулил тогда? Наверное, Гольцов. Я даже не помню, кто там был. Александр Николаевич. Сажится небесное. Это мой тренер. Мы приехали в Ленинград. Когда Санкт-Петербург, кто не знает, приехали в Ленинград на этот международный турнир. Они не могли, так сказать, пренебречь таким боксером. Ну и вызвали его, видимо, для показательной порки. Ну посмотрим, какие вы не выполняете план спорткомитета. И первый бой у него был с немцем, с чемпионом мира Эрихом Кохом. Ага. Он этого Эриха Коха во втором раунде заваливает. А что такое ударить немца в Ленинграде? И ленинградцы стали ходить на Костю Дзю. Вот Костя Дзю, там чемпион мира, немец. Да, немец, немца. Все. И как вот раньше ленинградцы ходили? На Попенченко ходили, да? Потом там на Яшина ходили. И тут на этом турнире они стали ходить на Дзю. Второй бой у него с чемпионом Кубка СССР. Стал Игорь Колесников из Краснодара. Игорь Колесникова он просто разобрал по частям. Очень технично. Отлупил его, сам не получил ни одного удара. Все. Вот кто должен быть чемпионом Кубка СССР. Но был ли он там в Хабаровске, вынуждены были знать все. Об этом сразу как-то стало замалчиваться. Вот что он не был там. То есть вроде все получается. Все забыли это, да? То есть он убирает чемпиона мира, он убирает победителя Кубка СССР. И третий бой у него с Бигболотовым. Казахом. А кто такой Бигболотов? Бигболотов никогда не был вторым. Тем более он никогда не был первым. Но он всегда был третьим в сборной команды Советского Союза. Человек несамолюбивый. Ему было достаточно быть третьим. 26 лет парень. Физически очень сильный. И третий номер это мальчик для битья своего рода. А зачем ему быть первым? Это ответственность. Это надо выступать уже соответственно, защищать честь Советского Союза. А третий номер это тот человек, которого посылают во все точки мира. Для того, чтобы он, так сказать, апробировал на себе вот эту спортивную ситуацию. Все, наши логистики делали выводы соответственно, что вот тут так бокс развивается, вот так. И вот такой как Бигболотов ездил по этим сторонам. Тогда это был основной стимул поехать куда-нибудь за гражданцу. То есть он хотел быть третьим, а первым быть не хотел? Он первым видимо быть не хотел, ему этого было достаточно, но может быть еще что-то не хватало. И? И тут финал, да? Нет, это не финал. Это всего на всего третий бой. А, это четвертуха была, да? Я Косте сказал. Косте, очень внимательно, очень осторожно, в натяжку, спокойно, не спеши, разведка. То есть Бигболотов надо было кровь из носу выйти в полуфинал, правильно? То есть пройти костью было, правильно? Да. Я понял. Ага. То есть в полуфинале вот они встретились с Костем. Пройти, не пройти, но я думаю, у Бигболотова была определенная задача поставлена, проучить мальчишку. Он же был членом сборной команды СССР уже много лет. Так вот я Косте говорю, тихонько, осторожно, в натяжку, внимательно. Ага. Ага. Да ладно, ладно. Ага. То есть мальчик уже сел на коня. Выходит на бой с Бигболотовым и поскакал. А Бигболотов такой внимательный кыргыз. Ага. Ручки поставил, на правую ножку сел и ждет этого наездника. А он техничный, кстати, был? Техничный. И ждет. Ага. И Костя, когда в дистанцию удара подошел, Бигболотов встретил его справа. Ага. Просто чудо, что он попал вот в эту часть. Ага. Попади он в подбородок, но мы бы сейчас про Костю Дзю рассказывали в прошедшем времени. Нагдауна не было. Судья не зафиксировал, но тряхнуло его сильно. Тряхнуло ему голову, но не мозги. Костя опять на коня и опять на Бигболотова. Тот опять на правую ножку. Тресь его. Загулял наш Костя. Нагдауна не было. Все-таки он в какой-то момент успевал подставить лоб. Первый раунд закончился. Я молчу. Мне надо его обслужить хорошо, чтобы привести в чувство. Лью ему побольше воды на шею. Начинается второй раунд. Костя, значит, пошел с ним его вообще рвать на части. Пошел его рвать на части. Тот перекрылся снизу сбоку. Как дал. Опять судьба спасла Костю. И так раза три еще за второй раунд. Тяжелый бой. Приходит он на третий раз отдыхать. Я ему говорю, ну чё? Как? Бью его сейчас. Я говорю, все, включай. Помню мой дружочек. Противник твой не знает, что уму и сила уступает. Но я эти стихи читал раньше еще. Я говорю, включай голову, Костя. Ты начинай работать, как ты должен работать. С мужиками. Против тебя мужик. Он же слабенький еще. Осторожничали. То есть, когда вот такая грубая сила, нужно больше обманывать. Ну и вот он тут включился. Это ж сколько надо было ударов пропустить, чтобы включиться. Выходит на третий раунд. Сделал вид, что на него бросается. Болотов встречает. Немножко проваливается. Костя его слева и подбирает. Болотов его ждет. Костя ему делает вызов. 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 Тот понимает, что надо идти вперед. Начинает идти вперед. А Костя заряжен на встречный удар. Бьет его на встречу. Сбоку добавляет. Тот гуляет. Костя ему еще добавляет. И так несколько раз. И несколько вот таких эпизодов. Зал встал. Зал ревет. Какой гениальный Костя Дзю. Специально. Какая. Журналисты признают его лучшим боксером этого дня. Судьи признают его лучшим боксером этого дня. Победа. Действительно достается ему. Все. Ну какой это. Вот какая тактика. Два раунда. Значит. Он обманывал его. Через собственную голову. А в третьем раунде там не получил ни одного удара. Какой актер, да? Не отлупил. Вот это гений. Захожу я вечером гению в номер. Гений сидит. С распушкой головой. Вот с такой вот. Никакого настроения. Я говорю. Костя, я тебя поздравляю. Все. Молодец. Что переключился. Хватило ума. Что грустный. Давай. У нас с тобой впереди два дня отдыха. Синяки и шишки я тебе подлечу. Комплексная научная группа работает. Ага. КНГУ. Да. КНГ. 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 И давай подумаем. Как будем работать с Нурказовым. А Серик Нурказов это история советского бокса. Парню 28 лет. Никаких секретов для него уже нету. Никаких для него нету сильных противников. Потому что. Неоднократно. Значит. Там. Пятикратный по моему чемпион Европы. Там. Шестикратный чемпион Советского Союза. Серик Нурказов. Про него. Писали учебники тогда. Журналы. Выдающийся боксер. Я говорю. Костя. Давай вот. С Нурказовым. Будем его обманывать. Будем его пугать. Будем с ним работать. В дистанции. Близко. Не надо приближаться. Это полуфинал. Приближаться. Это финал. Это финал уже. Да. Полуфинал. Да. Полуфинал. Да. Нет. Не полуфинал. Финал. А кого вы прошли в полуфинале? Это не полуфинал что ли? Это был выход. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Забыл я. Ага. Это был полуфинал. Значит. Настроения у него никакого нету. И на мою пламенную речь он сказал. Это другой класс. Я говорю. А как ты будешь боксировать? Я буду драться. Я говорю. Ничего тебе. Мозги-то Бигболотов подвинул. Ага. Драться ты будешь. С кем ты будешь драться-то? С членом сборной команды СССР. С чемпионом СССР. С ним надо боксировать. Так. Ага. Нет. Я буду драться. Это другой класс. Я говорю. Надо обманывать. Надо показать сюда. Ударить отсюда. Показать сюда. Ударить отсюда. Показать. Сделать ниже. Сюда бьешь. Ударить в голову. Левой замахнуться. Правой ударить. Правой замахнуться. Левой ударить. Все делать с ним через обман. Чтобы его все время скручивало. Скручивало от твоих ложных действий. Это другой класс. Я буду драться. Первый день прошел. На второй день захожу к нему. Ну что. Как будем с Нурказом боксировать? Давай вот так вот. Давай делать обманные движения больше. Дернул. Ударил. Показал. Ударил. Показал. Ударил. Нет. Это другой класс. Я буду драться и все. Я говорю так. Мне это надоело. Вот пиши. Объясни. Объяснительную. Пиши заявление. Что ты будешь драться вот таким образом. Он. На кого писать? Я говорю. Пиши на меня. Я директор школы у тебя. Он засмеялся. Потому что. У меня было правило. Если мальчик. Мой спортсмен. Пропускал удар. Я заставлял их писать объяснительную. По какой ты причине. Пропустил удар. Вот они сидели. После соревнований. Крапель. Я пропустил удар. Сочинения не писали. Да. Потому что. Потому что. Нарушил режим. Может быть. Потому что. Поздно лег спать. Потому что. Я поссорился с мамой. То есть. Сидят. Всякую фигню. Расписывают. Но не в этом дело. Я просто. Придавал значение. Тому. Что. Спортсмен. Искал причину. Да. Мальчик. Пропустил удар. Огромное значение. Может быть. Это выглядело. Как шутка. Потом. Мы зачитывали. Все. Хохотали. Все вместе. И вот тут. Значит. Костя. Засмеялся. И говорит. Ну ладно. Я говорю. Хорошо. Хорошо. Костенька. Ты попробуй только. Попробуй. Не пойдет. Будешь драться. Ну что. На следующий день. Он выходит на бой с Нурказовым. Показал. Ему вниз. Тот дернул руки вниз. Что такое. Пробыть. Восемь лет. В сборной команде СССР. Это истощение нервной энергии. Когда за 200. За 300 боев уже. Как было у Серика. Это истощение нервной энергии. Вот на это я делал ставку. Как тренер. Что он будет на все. Реагировать. Или не реагировать. Ага. Нет. Он еще реагировал. То есть. У него такие нервные срывы. Ага. Вот. С ним уже обычно в союзе дрались так. Ну как. Бычки на заклане. Выходили. Ага. Ждали. Серик выходил. Их спокойно обрабатывал. Становился чемпионом. То есть. Он создал себе в какой-то период. И. Ну и. Достаточно активно. Использовал. Да. Достаточно активно своим авторитетом пользовался. А тут мальчик 18 лет. Еще ему 18 не было. Вышел. И давай какие-то там финты. Трюки. И отлупил. Без авторитетов. И в один миг. В один момент. Получилось так. Что. Стоп.